С помощью обязательной маркировки обуви намерены сократить в разы долю теневой экономики и отчасти повлиять на качество товаров и услуг. А вот смогут ли производители получить господдержку при закупке необходимого оборудования и на какие объемы поступлений в бюджет можно рассчитывать, Дина Кожигалиева разбиралась. Теперь каждая паре туфелек или сапог присвоит специальный код DataMatrix. Если обувь производят в Казахстане, то маркируют ее производитель. И делать это надо до выставления на прилавок. А вот если товар произведен за рубежом, цифровой код присваивает импортер. Идея маркировки принадлежит государству, а единым оператором выбрали компанию «Казахтелеком». На разных финансовых условиях, в зависимости от того, лизинг это или аренда, предпринимателям предоставят необходимое оборудование и не только. Отпущение информационной системы и предоставление сервиса по нанесению кодов. Самая идея по маркировке товар принадлежит государству, которые ратифицированы были соглашением по маркировке товаров в 2018 году. Сам механизм по нанесению кодов и работе с маркировкой было продиктовано решением 72-м на уровне ЕС. Как показывает международная практика, вывод из тени нерадивых товаропроизводителей лишь простимулирует направление бизнеса и создаст добросовестную конкуренцию. Ведь за счет сокращения серого рынка увеличатся доходы легальных бизнесменов, а показатель их оборота вырастет. В итоге выгода очевидна для всех. Возрастут доходы компаний, зарплаты сотрудников, доходы населения и поступление в бюджет. Что касается самого бизнеса, то затраты на приобретение оборудования для маркировки и идентификационной техники понадобятся. Однако государство в последующем готово все расходы взять на себя. Предусмотрено возмещение затрат предприятий легкой промышленности на приобретение оборудования по маркировке. Это приобретение условий типографии, принтеров и других возможностей технологического перевооружения для того, чтобы наши предприятия легкой промышленности безболезненно, без дополнительных затрат могли вводить эту маркировку. Если говорить о подорожании обуви, то надбавка будет, говорят бизнесмены, но небольшая, максимум 1,5-2%. Остаточный товар можно промаркировать по упрощенному заполнению карточки товара. То есть, если до весны следующего года предприниматель не реализует обувь, он легко может заказать коды по доступному атрибуту, где заполнить нужно всего четыре поля.